Продолжаем. В мире полным ходом идет борьба с историей. Ее всячески переделывают, стараются стереть со страниц жуткие свидетельства зверств гитлеровского режима на территории нашей страны и родного края. О геноциде мирного населения, фактах, которые нельзя забывать, и о судьбах людей, чьей жизни разрушила война, говорили на открытой встрече в Белгородском национальном исследовательском университете. В ней приняли участие более сотни будущих педагогов-историков, преподавателей, юристы, представителей прокуратуры и Следственного комитета, ученые. Точной цифры человеческих потерь нет до сих пор. Только в областном госархиве новейшей истории хранится свыше 36 тысяч фильтрационных дел и больше 50 тысяч учетных карточек на угнанных и военнопленных. Угнанные были разных возрастов. Подавляющее большинство угнанных – это девушки и юноши 15, 16, 17 лет. Когда читаешь личные воспоминания, то ты начинаешь жить историей этого человека. И в этот момент неважно, было их 500 таких трагедий или их было 5. Это сильно меняет ситуацию? К разговору о преступлениях, у которых нет срока давности, присоединился и губернатор. Он отметил. Свидетельство о том страшном времени, воспоминания ветеранов Великой Отечественной, людей, переживших оккупацию. Необходимо сохранять и знакомить с ними подрастающее поколение. Особое, стратегически важное значение приобретает работа преподавателей истории. Ведь среди молодежи есть ребята, которые даже не представляют, сколько людей нашей страны отдали жизни за победу над фашизмом. За очень короткий промежуток времени ценности очень быстро переворачиваются в сознание и назад уже их вернуть крайне тяжело. А для этого нужно минимум 2-3 поколения. Поэтому наша с вами задача постараться сделать так, чтобы информация о том, что происходило, о том страшном времени, она не ушла с последними ветеранами Великой Отечественной войны, которые с оружием в руках воевали в эту страшную войну. У нас их сейчас осталось около 200 человек. За время оккупации Белгородской области нацисты и их пособники, по данным прокуратуры региона, истребили более 70 тысяч человек.